Армёнские националисты На протяжении вот уже более двух веков, фальсифицируя историю, сочиняют небылицы о древности армянского народа, первых в мире христианах-армянах. А иногда доходят и вовсе до смешного, пытаются ввести в научный оборот версию о существовании отдельной расы – арминоидов. От этих самых арминоидов, по их версии, и произошли народы Передней Азии и Кавказа. С так называемыми арминоидами и связывают появление тиражируемого повсюду мифа о вымышленной Великой Армении. Однако основанные на архивных материалах исследования историков доказывают абсурдность этого мифа. Причем среди ученых, опровергающих вымышленную историю так называемой Великой Армении от моря до моря, немало и ученых армянского происхождения. Они утверждают, что появление этого мифа связано с переселением армян на Кавказ. Началось все с указа Петра I об армянском народе, подписанного 10 октября 1724 года. Данный документ разрешил переселять армян на Кавказ, который по результату войн вошел в сферу влияния России. Главной целью стало создание христианского пояса вокруг границ Российской империи. Почему же российские власти решили сделать ставку на представителей армяно-грегорианской церкви, а не на близких к России по вероисповеданию православных грузин? Ученые объясняют это так. Грузины, являвшиеся одним из коренных народов Кавказа, исторически имели здесь свои государства и считали себя вправе самим решать свою судьбу. Именно поэтому царская Россия была уверена, что в отличие от грузин, переселенные сюда армяне станут послушным орудием в осуществлении ее планов. К началу XVIII века армян на Кавказе почти не было. Немногочисленные представители хайского народа жили лишь в Ичмиадине и его окрестностях. После указа Петра I ситуация изменилась незначительно. Американский историк армянин по происхождению Барнатьян признает, что к концу XVIII века при подавляющем большинстве азербайджанцев в Ириване армяне составляли всего 1 четвертую часть его населения. Процесс переселения армян перешел в новую стадию после завершения русско-иранской войны 1804-13 годов и подписания Гюлистанского договора, который привел к разделу Азербайджана. Этот план начали притворять в жизнь после захвата Ириване в ходе русско-иранской войны уже в 1826-1828 годах и подписания Туркменчайского договора, создавшего юридические предпосылки для усиления процесса переселения армян из Ирана на территорию присоединенного к России северного Азербайджана. В подготовке и внедрении проекта переселения армян, разработанного армянским католикосом Нерсесом Аштаракетци, большой роль сыграл и посол России в Иране Александр Грибоедов. Он активно участвовал в переселении армян на территорию северного Азербайджана. Грибоедов рассматривает этот процесс как гарантию укрепления позиций России на востоке. Подготовка к процессу переселения на местах была возложена на армянина по происхождению полковника Лазарева Едиазара Лазаряна. С этой целью в Нахчеване и Ириване был создан комитет по переселению. Армяне были заселены на лучших землях Ириванской и Нахчеванской провинций. Армянам отдали дома и земли азербайджанцев, которые в тот период находились в своих зимних домах в Гышлагах. Лазареву предписывалось переселить армянских купцов в города, чтобы они могли продолжить торговлю, крестьянам же выделить самые плодородные земли. Переселенные на эти территории армяне в основном заселяли стратегически важные участки. Это, естественно, там, где качественная вода, где хорошие горные кряжи, то есть стратегические высоты. Азербайджанское население вытеснялось на равнины. Как это и почему делалось? Карабах являлся неотъемлемой частью, в том числе и нашего экономического хозяйства. То есть сила наших предков была в полукочевом образе жизни. То есть яйлаги, гышлаги. Летом мы поднимались на яйлаги, и Карабах, его значительная часть, горной, являлась для наших предков яйлагом. Самодержавие сделало такую вещь. Обычно они делали так. Зимой, когда основная часть нашего населения перекочевывала Аран, то есть на равнину, на зимовку, они заселяли армян на горную местность Карабаха. Они делали переписи, и согласно этим переписям получалось, что армян там много. Затем постепенно ограничили возможность для кочевания. То есть это касается и Зангизура, это касается и горной части Карабаха. В итоге была подорвана экономическая мощь наших беков, ханов, агаларов. То есть то, что в течение многих веков, за счет чего мы держались как определенная, скажем так, этнополитическая единица. Помимо того, что армяне заселились на самые лучшие территории, им были также определены большие льготы. В течение шести лет переселенные на эти земли армяне освобождались от налогов и воинской повинности. Кроме того, им выплачивалось пособие за счет контрибуции, полученной от Ирана. В период промышленного торгового бума царская Россия на этих территориях вновь сделала ставку в первую очередь на армянское население. В руках армян была торговля, с армянскими купцами было связано и промышленное развитие. Все это делалось с тем умыслом, чтобы ослабить роль и фактор азербайджанского населения не только в Карабахе, но и на всем Кавказе. И не только азербайджанского населения. То есть различные народы, и мусульмане, и тюркские народы, они держались на этом укладе. То есть кочевое, отгонное скотоводство и айлах, кышлах. После того, как был нарушен естественный уклад нашей жизни, армяне укрепились в этих горных отрогах, стратегически важных участках Карабаха. Зангизу постепенно оказался отрезанным от остального Карабаха. И заодно начала продвигаться такая историческая концепция, что эти земли издревле принадлежали христианам-армянам. Что, мол, мы кочевники, а значит, мы пришли сюда народ. Почему-то была выдвинута концепция, что кочевники пришли сюда откуда-то, с Алтая, а значит, мы чужой элемент для этого региона. А вот эти местные народы, они издревле здесь жили, и они имеют какие-то особые права на эти земли. В конце 19-го, начале 20-го века, пока здравствовали очевидцы тех событий, фальсифицировать историю было сложно. Тогда ученые, историки, этнографы, географы много об этом писали. Так, в 1911 году российский ученый Николай Шавров утверждал, что из живущих в настоящее время в Закавказье 1 миллиона 300 тысяч армян, свыше 1 миллиона не являются коренным населением, а переселено царской России. Вытеснение азербайджанцев и поселения на их землях армян, естественно, вызывало недовольство коренного населения. Серьезное нарекание вызвало и создание в 1923 году Нагорно-Карабахской автономной области, когда была допущена историческая несправедливость. Искусственно были отделены друг от друга Нагорная и низменная части Карабаха. Были созданы благоприятные условия для консолидации армянского населения и нанесен серьезный удар по демографической картине региона. Переселение армян на Кавказ сопровождалось разрушением исторического наследия автохтонного на этих территориях тюркского населения, причем уничтожалось не только исламское, но и христианское наследие Кавказской Албании. Не имевшие своей истории государственности армяне стремились уничтожить свидетельства и атрибуты государственности других народов. Кавказская Россия народы для общих целей вот наше отличие в частности допустим от армянского народа или армянского проекта потому что этот проект создан для только для саморазрушения посмотрите в каком положении сейчас армянский народ вот за скажем так 200 лет их него национализма они сейчас просто исчезают у них демографический кризис я считаю что основной причиной всех и бед является именно та идеологическая концепция нацистская прямом смысле который не позволяет им интегрироваться и жить с другими народами сейчас все это помнили сейчас когда мировое сообщество с ужасом видит кафки аль-баджаре заселенные туда несколько лет назад армяне сжигают дома выкапывают могилы своих покойников срубают деревья четко становится ясно кто есть вандал а кто есть куманный человек наши граждане покидая вынуждена покидая свои деревни города купированные 30 лет назад уходя из дома практически ничего не брали только брали ключи с тем намерением что они когда-то вернутся свои дома а теперь посмотрите что идет армянская сторона она себя ведет как вор который хочет скрыть свое преступление сжигая эти дома выкапывая трупы потому что они знают что они чужие на этих землях в 1978 году армяне нагорного карабаха отмечали 150-летие переселения на эти земли по этому случаю в селе марага акдеринского района они установили соответствующий памятник как свидетельство этого события позже в 1988 году армяне разрушили этот памятник так как он служил доказательством необоснованности их территориальных притязаний на эти земли за последние несколько веков армяне только кочевали они только двигались они не смогли ужиться ни на территории турции не на территории сирии нормально не на территории ирака не на территории кавказа они описывают такой интересный полукруг от средиземного моря под черным морем выше на кавказ и двигаются сейчас я просто так предполагаю направление абхазии краснодара ставрополя это их не судьба и мы им предлагали интеграционные проекты история предоставила армянам шанс создать свое государство на кавказе в 1918 году азербайджан уступил им город и реван и прилегающие к нему территории они получили прекрасную возможность жить в мире с коренными народами южного кавказа и созидать на общее благо однако этого не произошло постоянные территориальные претензии к соседям и этническая чистка сделали армению моноэтнической страной с огромными политическими и экономическими проблемами сегодня армения самое слабое звено на южном кавказе она отстает от остальных государств региона по уровню развития во всех сферах и в то же время из-за поддержки сепаратизма и терроризма по праву считается угрозой безопасности всего мирового сообщества ситуация не изменится пока жители этой страны будут нацелены не на решение своих проблем и созидания она реализацию захватнических преступных планов армянских националистов пока во главе национальной идеи по-прежнему будет стоять миф о так называемой великой армении от моря до моря создатели этого мифа уже привели свой народ к страху выбраться из которого можно будет лишь отказавшись от своих разрушительных идей а